Объявление на вагончике охранников взывает к совести автовладельцев. Заплати, мол, и успокойся. Однако сам работник автостоянки утверждает, денег ни с кого не берет. Просто с товарищем по очереди охраняет свой автомобиль и заодно все остальные. Остальные машины это вот местные. Мы просто за ними присматриваем. Ничего они не платят. Прям бесплатно ставят? Прям бесплатно. Вы такой артруист получается? Да. Но благородным порывом души придется найти другое применение. Павильон демонтируют и саму автостоянку ликвидируют как незаконную. Соседнюю ждет та же судьба. Объекты существуют незаконно. В реестре незаконных объектов они стоят с 2015 года. Неоднократно этим предпринимателям предлагалось самостоятельно демонтировать, увезти эти объекты. Однако этого не произошло. Владельцев стоянок так и не нашли. Никто не хочет платить штрафы за самозахват земли и незаконную предпринимательскую деятельность. В Октябрьском районе работает 40 стоянок. 18 из них нелегальные. Если эти автостоянки востребованы жителями района, то, соответственно, мы эту информацию передаем в городской земельный центр. На сегодняшний день у них стоит задача по легализации незаконных автостоянок. Эта работа тоже проводится. Легализовать именно эти две стоянки не получится. На этом месте планируется обустроить площадку под общественный транспорт. Здесь будут стоять автобусы, обслуживающие чемпионат по футболу 2018 года. Для личного автотранспорта жителей будут рассматриваться другие места. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.